Научиться ни от кого не зависеть и жить самостоятельно – первостепенная задача для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом шла речь на круглом столе, посвященном проблемам инвалидов. Идеями по улучшению их жизни делились различные общественные организации, знающие их проблемы изнутри. Квартира, где педагоги, и там находятся по три недели дети. Они самостоятельно ходят в аптеку, в магазин, там их учат всяким, социализируют одним словом. Такое пространство объединит под одной крышей представителей нескольких специализированных организаций. Дам поручение завтра уже нашему имущественному блоку искать какие-то объекты, которые бы подходили по своим параметрам, скорее всего, какой-то отдельный стоящий, чтобы можно было все-таки туда массово приезжать, нормально парковаться, чтобы мы все элементы доступной среды там соблюли. А вот с теми, чья болезнь малоизучена, к примеру, синдром Прадера-Вилли, нужно работать совместно с медиками. Симптомы, диагностика и даже контакты узких специалистов благотворительный фонд собрал в одну брошюру. Сильно сокращает срок, который требуется врачам для диагностики. Врачам и зачастую родители тоже принимают в этом участие. И чем раньше диагностирован синдром, тем лучше качество жизни у людей с синдромом Прадера-Вилли будет. Чтобы на первичном звене, на обращение к поликлинику, таких детей врачи по вот этим определенным признакам уже могли определить. О здоровье не стоит забывать и мамам, особенных детей. Для этого директор школы «Надежда» Ксения Махнач организовала проект «Мами на здоровье». Они пропускают различные заболевания от самого легкого до того, что они просто не проверяют свое зрение, потому что это некогда. То есть, знаете, у нас гонка, нам нужно спасать. Мы очень долго-долго спасаем и не перестаем спасать никогда. О доступной среде говорили и представители местного отделения общества слепых. Полноценно пользоваться общественным транспортом должны и слабовидящие. К примеру, в Юдино нет даже автобусной остановки. Высаживают пассажиров прямо на дороге. Если это зависит от дорожных служб, то поставим этот кармашек в расширение. И если это просто организация движения самих же перевозчиков, тогда с ними ладим от регулирования. С представителями общества глухих обсудили тему получения специальности и дальнейшего трудоустройства инвалидов по слуху. Такую возможность могут и реализовать на базе нового корпуса школы «Надежда». Действительно, если научиться обучать людей, которые они слышат, то дальше в этой части они полноценно физически могут работать. Прозвучавшие темы глава округа взял на контроль. В планах координационного совета провести отдельную встречу с главным врачом Одинцовской областной больницы. Карина Яряшева, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.